Валерий Скородет 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 Вот, потом была такая группа «Шивая горка», потом бы, ну сейчас, да, я что-то сейчас уже затерялся, потому что были там всевозможные, там, я играл даже вот в металл-группе «Монетный двор», вот, кстати, я хотел бы, кстати, пояснить там всем, кто до сих пор вообще в заблуждениях, что это не альбом называется группа «Монетный двор», «Монетный двор» — это вообще отдельная группа, которая существовала, я там играл в период, я там играл в качестве гитариста, а Игорь Торпов, который впоследствии играл на ссофоне, он играл там на бас-гитаре, вот, и мы там сочиняли всякие песни по поводу того, что, например, там, типа, если тебя сожрала акула в океане, да, короче, то обязательно должна всплыть, например, там белые кости, да, допустим, окровавленные, да, и куски мяса, в общем, такой вот такой чушь мы пели, такой днище, вот, так что, так сказать, «Монетный двор» как к «Монголу Судану» никакого отношения нет, ну это ладно, и мы записали просто на студии песню под названием «Продоразверстка», Я здесь перебью, вот как вот, на какой студии, и как вы там оказались? Оказались мы просто, я, мы репетировали в Матвеевском, такой был ДК «Резонанс» называемый Матвеевская, вот откуда из Матвеевского все это Туда не ходили, я просто рядом живу, я знаю, что это такое Ни троллейбусы, ни автобусы Электрички ездили Электрички ездили, две остановки, как сейчас Около Круглого дома, да? Я не помню, Круглый дом, я знаю, что он там есть, вот, а где ДК «Резонанс» я не помню, в общем-то, вот И все, и мы там обосновались, как группа под названием «Пульт», это по таким ублюдским названиям, в общем-то Заебись! Четко! Пульт, да, и дело в том, что хозяин этого «Резонанса» был какой-то эстонский или латвийский какой-то анархист, там, типа, который, в общем-то, типа, люто ненавидел Советский Союз и, в общем-то, всяческие, и он увидел в нас, в общем, какую-то такую предтечу того, что мы можем, значит, там, сказать и идти по его стопам И снабдил нас всевозможной анархистской литературой, вот, и мне пришла в голову Извиняюсь, конкретно, что за анархистская литература? Да всякое говно, да, какие-то листовки, там, всякая дрянь, какие-то цитаты Бакунина, Кропоткина, вот этих вот всяких Какой негодяй снабдил вас этой книжкой? У вас все негодяи? Ну что ж, ну швондер дал, чтоб я развивался Нет, какие-то же были какие-то анархистские издания тогда? Сам издат, не было ничего Ну, сам издат, конечно Сам издат, за которым можно было словить, короче, года два, наверное, точно Ну, хотя бы условно Он вас предупредил перед тем, как он его снабжал, что это, ну, уголовно наказуемо? Ну, дело в том, что мы тогда еще вообще даже не думали об этом Потому что для нас уголовка, это была уголовка такая, значит, подломить ларек там какой-то, да, грубо говоря Или там еще там какие-то вещи делать Такие, значит, там, типа вот А листовки, да Ну, какие-то листовки, понимаешь, нам это в голову не приходило Мы политически были абсолютно неподкованы Потому что мы сами-то жили в районе, в общем-то, типа, в таком, где жили абсолютно гопники, да Мы все жили в конце Варшавского шоссе, где там автобус ходил один раз в час, понимаешь, как говорится И мы были отрезаны, так сказать, от мирового центра, так сказать, всевозможной культуры В то время, там, когда все там бегали, там, по каким-то концертам, то есть сюда Мы сидели в своей жопе, в общем-то, типа, очень дико радовались тому Что где-то там кто-то принес какой-нибудь обрывок газеты, где написано, что О, бля, панки, короче, что делали? Они брали ручки от унитазов, короче, и наматывали все на шею, бля Мы тут же мигом, короче, обошли все общественные туалеты Оборвали все вот эти цепи, бля, с унитазом И, типа, выродились и ходили, короче, по своему району За то, что частенько бывали битые, бля, что ментами, что, так сказать, местной гопотой Ну, вот, собственно Тетя, убирал косик, убирал косик Потому что, если кто-то до конца не понимает, что такое 80-е То вот, как бы, вот такая картина 80-х была вот в Москве, именно в конце Варшавки По краям По краям, да, по краям, так сказать За МГАДом и перед, ну, где-то по 100-200 метров Вам очень повезло, потому что, видимо, у вас туда на микрорайоне сложилось вот такое вот Вы же талантливые люди, офигенно Вот, из того состава, который был тогда и сейчас, кто там остался, кто... Никого нету Никого нету? В живых один только человек Это Сергей Фролов, да, барабанщик, в общем-то, вот Кстати, он где-то здесь недалеко от тыл Пивняк, кстати, там, где-то со своим сыном Вот, видимо, сын уже взрослый, наверное, на него, собственно говоря, повлиял, что Папу надо заботиться о будущем, так сказать, вот Остальные все, конечно, подкосило все, что угодно Да, да, да Начиная от Герочки, кончая там всевозможными всякими штуками Это знакомая картина Опасная жизнь, в общем, да Ну, то есть, получается, что действительно вы ворвались вообще, ну, в рок-среду С такими вот пробойными хитами стали альбомом года Ну, ваш альбом стал альбомом года Вас сразу же, естественно, приняли в рок-лабораторию В рок-лабораторию, потому что, ну, а что, как хоть не принять в рок-лабораторию, когда уже такая супер-популярность Ну А вы были готовы к такому? Да нет, я же говорю, мы Вот на вас свалилось это как-то в какой-то момент после записи, вот серьезно Мы не ощущали, а еще раз, я еще раз повторю, что мы Я говорю, мы жили на таком отшибе, в такой глуши, что мы Как бы до нас информации вообще не доходило, понимаете У нас, допустим, в доме, где такой лежащий небоскреб, где мы жили, там не было телефонов, например, да, короче И телефон был только один, в середине этого дома, в будке, если кто помнит, такие были красные будки, значит, с такими вот Да, конечно, они, кстати, они по Подмосковью до сих пор есть, отчасти такие Я очень за них рад, да Мы все рады, кстати, заметьте, вот мы с ним полностью согласны с тем, что вот за телефонные красные будки мы всегда рады И как бы, ну, это и обращаемся и к телефонным красным будкам, если они нас слышат, то мы за них очень рады Да, тем более, что, так сказать, основное время нашего развлечения, так сказать, было это горлопантий играть на гитаре, в общем-то И, так сказать, и в этой будке отыскивать номера всевозможных шлюх, которым можно было позвонить и наговорить всякие гадости То есть, собственно говоря, потому что, если ты помнишь, они были все расписаны вот этими, так сказать, телефонами Всевозможных девиц, там, типа, кто дает, кто не дает, кто берет в рот, а кто никто не берет В общем, все такое, вот Говорит одна артистка, нет-нет, не знакомая, но безумно хочу познакомиться Ну, вас заметил Марочкин, или как получается? Нас заметил Троицкий такой А, Троицкий, да Он тогда отслушивал все новинки, которые выходили, в общем-то, типа, дико обрадовался почему-то, не знаю, чего Вот, и объявил, значит, в какой-то своей программе, да, что мы там, типа, дико крутые Что нам, в общем-то, собственно говоря, с его слов, страшно повезло, в общем-то И да, и потом обрушились продажи, и, в общем-то, и... А это как выглядело в то время продажи? Продажи никак, в общем, на моем кармане это не отразилось никак Это отразилось на кармане деятелей рок-лаборатории 4,50, извините, вот представляете, в какие времена мы тогда жили Чтобы, ну вот, у моих знакомых не было кассеты, например, или катушки с магол шуданом Что мне оставалось делать? 4,50 при, как бы, зарплате, там, 100 с чем-то, да И моей ПТУ-шной стипендии, там Ну, по скромным подсчетам, по скромным подсчетам, если так вот, как бы... Сколько он наварил Марочкин вообще на этих записях? Я хрен его знаю Это что, никому не... Это что, по 4,50 гигантская сумма на то время Они вот ваши, как бы, записи продавали за деньги Ну, если у нас были миллионные продажи, да, по тем временам, то где-то вот... Неужели ничего прямо, вот, как бы... Или он... Ну, мы об этом не думали, потому что были концерты, но мы понимали, что... Я не знаю, кто там рулил, понимаешь, там, типа, Марочкин или там кто-то, кто-либо другой Нас, как бы... Это не волновало Не волновало, не волновало, нас об этом и не повещали И, собственно, я так... Ну-ка, вы не знали, что в Москве урок лаборатории записывается на катушке, ну, как это... Звукозапись, где приносишь свою катушку Понимаешь, там... Там работала система оболванивания, то есть, понимаешь, там... Работала... Запомните, вот, ключевая фраза Работала система оболванивания Да, да, то есть, сама... Было так, то есть, ты приходил и... И первое, что с тобой делали, на тебя обрушивали массу информации О том, какой ты крутой, ты смотри, ты всех вообще, ты... Ты туда-сюда, ты, короче, ты выступишь у нас хедлайнером, терапыры И человек, вот, допустим, вот... Особенно родившийся вот в этом микрорайоне Да, которому 22 года всего лишь, там, типа, вот около армии, да, оттоптал А время-то было какое? Не как сейчас, тогда еще перестройка Все меняется, да, ну... Ну, конечно, да И ты так понимаешь, что у тебя, блин, у тебя начинают расти крылья Ты думаешь, да, круто, да, сюда А между тем, так сказать, и... Под это дело? Под это дело, и деньги, и все дела, и выступления все эти наши Они тоже были, собственно, бесплатны, то есть... Ну, мы, да, честно могу сказать, что для нас это, может быть, каким-то опытом и было В общем, для того, чтобы зарабатывать какую-то деньгу Надо, естественно, так сказать, что-то от себя оторвать, отдать, отрезать кусок Поэтому я считаю, что, в принципе, может быть, оно было все и правильно Хрен с ним, с этим баблом, понимаешь, что... Ну, сама популярность всероссийская, по всему СНГ даже, это уже много Да, она сработала, да Да, то есть, ну, правильно, то... Согласно А по-первыху, ну, если они... Если кто-то делает то, что твоя популярность еще и способствует, да, ну... Фиг с ними деньгами Ну, да, мы не думали об этом, потому что... А кем вы работали в тот период? Как вы зарабатывали на жизнь? Ну, так интересно Ну, я честный панк, я работал дворником, короче, там, типа Вот, я убирал двор Бауманского университета и таскал какие-то металлические железяки То есть, вкладывал в контейнер, потом подъезжал какой-то грузчик, погрузчик, в общем-то, и все это увозил В общем, я работал на черновой работе и, так сказать, познал жизнь, вот, низкого, так сказать, труда, в общем, тяжелого И поэтому, собственно, вот... И в перерывах между этим я сочинял песни и играл, в общем-то, свои концерты, собственно, вот так Вот я теперь немножко так по-серьезному хотел поговорить, вот тема гражданской войны Это же такая серьезная тема, на самом деле, да? Гражданская война в России Откуда вообще, ну... Откуда к ней такой интерес? Ну, и... Причем, как бы, ну, как я понимаю, вот, ну, для меня лично, да, отчасти То есть, могу, что там того периода, тем более, это, ну, как, реконструкция То есть, песни, поющиеся от участника гражданства, ну, от лица участника поющего, ну, гражданской войны Ну, да В России, это же как бы надо, ну, как-то, ну, как я понимаю, понять психологию этого человека В принципе, вы, ну, вы-то смогли И были какие-то знания особенные в этом направлении? Или это, скорее, такое индуитивное, ну, как-то, ну, творческое, вот, именно, погружение? Ну, меня неспонятен, вот мой вопрос, да? Ну, вообще, я был глубоко погружен, да, потому что Читать за поем, вот этот стол где-то, где-то То есть, тема гражданской войны не случайно? С шестого класса, да, и дело в том, что Какие книги именно можно как-то вспомнить? Ну, там, начиная от Льва Толстого, как бы, и кончая там вообще всевозможное Потому что у матери, вот, у нее была очень большая библиотека, очень большая И в том числе попадались, так сказать, писатели советские, да, которые писали именно, так сказать, вот эти крупицы Ну, вспомни фамилии какие-то Попытайся Ну, я помню, вот у меня был Николай Верта Ну, потом, блин, ну, кто у нас Хождение по мокам Толстой, Алексей Толстой, да, как бы Потом у меня было три книги, значит, это ВЧК я читал тоже, вот, всякие допросы там Вот, это интересно, конечно, да Да, там вообще-то там крутейшие дела Потом, значит, ну, а потом, ну, со временем Это все, что касается раннего периода, да Вот, ну, много, я сейчас, я, я, я просто Ну, я понял, да Считаешь слова легкие Вячеслав, Богуслав И убей, Бог не помню, какой кто И, в принципе, это была художественная литература И, в общем, я так как бы по крупицам Погрузился, так сказать, в атмосферу Событий Революционных событий, да, собственно говоря В общем, меня это дико прицепило Вот, и потом я, значит, начинал ощущать то, что Как бы война отечественная Она, собственно говоря, так сказать За правду, да, грубо говоря А вот гражданская война Это война, которая не имеет под собой почвы Так сказать, вообще никакой И, в общем, она бесправна для любого человека Отнимать свободу личности и всего остального Я очень так глубоко проник с этой темой И стал, собственно говоря, об этом размышлять И вот все мои размышления вылились, так сказать В песни и во все дела То, что я принял сторону, так сказать, свободы Это уже осознанный выбор, да, грубо говоря И, значит, песни о Махно О его проделках, побоящих всевозможных там разрушениях Так сказать, мне импонировали Я, в принципе, как человек уже даже взрослый И тогда тоже я понимал, что, в принципе, рок Он не может быть без зубов, как говорится И он должен кусаться И я всегда об этом говорю Что мы так и сделали, как Мангул Шудан Мы ворвались в этот рок Плаксивый, да, где там Пели хер знает о чем, как бы И просто вот так вот его разрушили Просто вот этими своими, так сказать, текстами В которых, в общем-то, нет места для какой-то жалости Или каких-то там соплей и всевозможных Вот этих вот девочек и мальчиков встретились И она там ему там отказала, понимаешь? Да, мы все понимаем у нас А, ну, у тебя Понимаю Да, нет, просто Кстати, здорово, это действительно так и есть Вот я могу сказать, что это Ну, прорыв такой был Ну и все И, собственно говоря, я, в общем-то, хорошо ощутил себя на месте человека Который находится именно в тот период И, так сказать, из меня стали изливаться И создаваться образы Песни, да, и стихотворения всевозможные А музыка уже приклеилась так сама по себе Почему я немножко вот сейчас вспомнил в начале беседы Ну, уже перед кадровой, да, про группу Эст У них же тоже там вот эти 20 веселых лет композиция Вечер Старинни Марса Небакунина, да То есть это тоже погружение такое, ну, в тему именно гражданской войны Ну, Жан вообще, да, он очень так, он как бы Ну, вы общались в то время? Да, конечно, да Потому что, может, вы были знакомы, может, вы вместе читали эти книжки Почему такое напрашивается как-то? Нет, нет, нет То есть два коллектива и такой вот, ну, про пират Там тоже очень много в гражданской войне именно, ну Есть некогда согласись, да? Насколько я знаю, Эст, они там группировались в Биберево, да, грубо А вот, а мы, значит, на Варшавке там И, в общем-то, в принципе, мы были очень далеко оторваны друг от друга А в то время это имело значение Да, друг друга мы не знали И как получилось так, что мы одновременно практически стали, значит, петь об одном и том же Это, собственно говоря, это загадка истории И вот эти, так сказать, вот этот пласт, он ложился друг на друга Но мы друг другу не мешали В общем-то, в принципе, когда мы встретились, мы об этом поговорили И, в принципе, тексты у нас достаточно разные И погружение достаточно глубокое, что там, что там, кстати Ну да, да, тема-то одна, но он играл такой более такой брутальный, тяжелый такой металл, да, то-сюда А они считали мы ни Марса, ни Макунина И вникали в душу жеменей А ложились мы мертвые под пулями Куда уже брутальнее. А мы старались играть такое ближе, так сказать, более развязанное. Развязанное, более полегче, чтобы это воспринималось. Я всегда искал такие темы, которые человек, который бы слушал, он бы это принимал с легкостью, понимаешь, не вчитывался, не мучился, а именно, чтобы подавалось, как бы да, вот тебе достали пироги и спички, а вот ты их и ешь, а вот не надо там какую-то крышку поднимать, или тарелки искать с вилками. Такая тема, да. Ну и все. Можно ли сказать про Монгол Шудан, как коллектив, который пережил свое второе рождение? То есть были ли какие-то периоды, когда, ну, уже, казалось бы, все, мы закончили, и потом что-то сделали, и опять... Этих периодов было просто несколько, да, бесчетное количество, вот, потому что на каком-то этапе даже получилось так, что участники группы, с которыми я играл, где-то в 2003 уже году, значит, просто как бы мне объявили о том, что, типа, ты больше не играешь в этой группе, мы теперь будем Монгол Шудан. Ну, как в коем-то время было это бригадеэс и отдельно бригадиры, что ли, как-то они тоже распадались, такая фишка была. Ну, я не знаю. Знаю только то, что, в общем-то, недолго они проществовали под этим именем, вот, и, естественно, вся, как почтенная публика, как я говорю... Ходил на тебя, прежде всего, да. Да, они всегда. Вот, а тем только оставалось говорить на концертах, потому что когда кричали, где Скородет, они отвечали какие-то глупые фразы, типа, он заболел, или он там спился. А, ну, Скородет не приехал, это название, Скородет спился, такой ансамбль. Сантим не приехал. В общем, несли какую-то чушь, в общем-то, и, в конце концов, там, здравомышлящая, как бы, часть, она поняла, что, как это дело пахнет керосином, в общем, собственно говоря, обратилась ко мне с требованием о том, что, типа, чтобы я, как бы... Прекратил это безобразие. Прекратил это безобразие, да. Я, собственно говоря, с удовольствием это и сделал. Пойди, тут что-то неладное. Я не на жар. Я набрал, значит, ребят, которые, значит, были согласны, так сказать, со мной двинуться в путь, и, собственно говоря, до сих пор с ними сейчас и играю. Ну, кстати, вот сколько я служу по концертам на Моголшедон, на которых я был, ну, не то, что там кого-то набирал, у вас всегда были хорошие музыканты, все время хорошо играли, ну, то есть профессионально играли. У тебя есть какое-то музыкальное образование? Нет. А у музыкантов, которые... Ну, у саксофониста, наверное, уже было как-то. Нет, а ты что, саксофониста... Первый наш саксофонист даже не знал, что это такое, как говорится. Как это так? Это такое вы альбом записали про анархию? Я расскажу. Мы приехали в один дом культуры, собственно говоря, играть, да, и нам выдали гримерку, где валялись, собственно говоря, вот эти кофры с дудками. Там были дудки, саксофоны, там трубы туда-сюда. И мы пока сидели, выпивали и курили после концерта, он открыл этот саксофон, посмотрел, сказал, во, отличный вечер, списной, как самовар, это я сейчас, как сейчас запомнил. Закрыл и просто тупо его украл, увез к себе домой. Слушай, что-то мне не нравится здесь, не режим. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера. То есть вы кражами мелкими и немелкими промышляли? Для того периода, для панк-рока это было просто необходимо. Если бы мы этим не занимались, я бы сейчас с вами здесь не сидел. Ну, за данностью, ну, уже время прошло много, мы можем во многом признаться. Я думаю, что мы не сделали ничего такого страшного, тем более, что все эти музыкальные инструменты... Они пропали бы все равно, да. Они, мало того, что не пропали, а это бы все сгорело, потом вот все как бы списывалось, понимаешь, вот это... Есть такая вещь, как списать... В баянных школах вот эти всякие, да, 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 с кофросами с инструментами. Тем более, это была отвратительная дудка, она не строила, в общем-то, собственно говоря. И я так же без славы куда-то канула в лето. Ну, я когда тоже в юности, в детстве занимался на трубе, мне говорил музыкант, преподаватель. Все вот советские духовые инструменты, их как бы, ну, вот они все... То есть должен быть немецкий, ну, там продавались какие-то в Советском Союзе, но то, что производят наши фабрики, ну, это все, на этом можно научиться играть, но это дольше намного. Это металл. Это металл. Да, и вот вспоминается период Секстона, Мангол Шудан и Секстон. И вот такой вопрос почему-то, это вот такая какая-то есть мода, что у хирурга, что у тебя, ну, как бы, ходить все время в шапочке, что вот Алекса Секта, кто тоже нашего знакомого, откуда такая вот все время ходить в шапочке, как это? Голова мерзнет, собственно говоря. Даже в помещении, ну, я просто, это такой вопрос без какой-то подковырки. Слушайте, давайте меня не провоцируйте, я вот на этим вопросом сами, сам ответил сам на этот вопрос. Нет, ну, хирург это как, просто, это просто миллиарды людей ходят в шапочках вот в этих вот. Ну, про Секстон вспомнили, ну, хирург. Понятно, да, ну, кстати, Секстон... Первый, который еще был, это... Да, это... Пери уже в жизни Мангол Шудан отчасти был, наверное, или вообще в рок музыке отечественной, московской. Сначала было, собственно говоря, так сказать, кафе Отрадное или отрыжка. Да, да, отрыжка, да, ну, естественно. А потом учредитель вот этот, Гастелло Олег, да, как бы, он, объединившись, так сказать, с хирургом, они открыли на Соколе под названием Секстон, в переводе как могильщик, как я понял, да, то есть точно такое же кафе находилось где-то в Западном Берлине, где хирург, по-моему, в свое время там кем-то работал. Кем я не помню, не знаю и не интересовался. Вот. Они это название, значит, перенесли здесь сюда. Только Фост для запроотерянного детства, типа. Секстон Фост, это уже, по-моему, марочкинские какие-то дела. Ну, так назывался Секстон Фост, полное название, вот это кафе. Фост, это, я сейчас переведу, Фост, это фонд загуб... Загубленного детства. Загубленного детства, да. Загубля, но, е, детство, вот, по-моему, так, да. Вот так вот. Да, даже вот так. Вот. И к чему это и откуда? Ну, вот тоже, да, интересный вопрос. Мне это непонятно. Мне это все какие-то пьяные инсинуации, значит, придумщиков всевозможных. Вот. Ну, и, что я и там отметился, что там, что и там, в общем-то, везде. Собственно говоря, мы давали выступления, свои перформансы, да, собственно говоря, устраивали. И, в общем-то, все, что по этому можно сказать, я не знаю, это мне как бы нужны наводящие вопросы, потому что история просто не счесть, их целая тьма, и рассказывать здесь у вас просто пленки не хватит. Так что вы, как свидетель, можете показать по этому делу? Как свидетель по этому делу я могу показать все! Кто сжег Секстон? Кто сжег Секстон, не знаю, знаю, что нашли на месте поджога, внутри него, один кроссовок, так сказать, нашего повара. Повара не нашли. Либо он убежал в одном кроссовке, либо сгорел полностью, так сказать. Ну, остатки повара не нашли. Остатки повара не нашли, остался один обгорелый кроссовок. Почему узнали, что это кроссовок этого повара? Потому что он, собственно говоря, был единственный такой, кто его так носил там, в Секстоне. Потому что в Секстоне кроссовки никто не носил, у них был дресс-код. О, крок, как бы, да. А кроссовки считалось уже спортивной одеждой. Да, ты что, я тебе говорю, ты что падал сюда пришел, понимаешь? Иди тренируйся вон где-нибудь. Да, не тренируйся, вообще лучше не подходи. И просто не подходи. Да, да, поэтому, собственно, и все. Но у повара был карт-бланш, он имел право носить кроссовки, собственно говоря. Сгорел он там или убежал, история умалчивает. Но все, что я знаю про этот поджог, собственно говоря. Ну вот к современности, что из тебя представляет сейчас группа Могол Шудан? Ей лучше, чем тогда? Или как-то в современные времена как-то вокруг-то все изменилось? Да по мне, как-то все одинаково. Потому что все тогда, что везде, как говорится, пьяная рыба, она всегда свое пиво найдет, понимаешь? Поэтому мне, как говорится, что так холодно, что там не очень тепло. Поэтому я не вижу различия. Меняется только время. Ну что-то же меняется. Появились компьютеры. Айфон появился в конце, да. В конце концов айфон появился. Появилась куча видеокамер хороших, которых можно приобрести, даже мне, например. Раньше такого же не было. Как снять видеоклип, казалось бы? Вот первый ваш видеоклип. Расскажи, как вы его снимали? Вот первый. Самый, самый первый. А что вы показывали? Ну его показывали по каким-то... Это ваш был первый клип, и его уже сразу где-то показывали. Да, тут же, короче. Видите, как раньше было? Мы сняли клип на песню... Сейчас тебе скажу, какую. Это песня «Черного анархиста», еще старого образца. Я даже знаю, клип это ли не клип, но это он... Но его показывали, как клип. Это как клип стоит. Он по ТВ-6 даже туда сюда. Редко, но показывали, да. Мы там бегали и махали как бы саблями, только это были не сабли, а это были стойки от микрофона. Они так же блестели. Они так же блестели. Они так же блестели. Да-да-да. Как зубы у цыганки, так сказать. А как вы его снимали? Ну, что это было? Знаешь, был такой деятель, короче, который, как бы, некочувственно звучит, он был как бы директором группы «Машина времени». Его звали Мелик Пашаев, короче, да, вот там типа. И он вдруг набрал, так сказать, какие-то... Он набирал в свою, как это, продюсерский центр какие-то группы. Вот. И почему-то, каким-то образом он вышел на нас. Ну, не знаю. Но мы были популярны, и мы... Естественно, да. А воротилы шоу-бизнеса должны были обратить на вас внимание. Да. На нас вышел, так сказать, от Мелик Пашаев там, на нашу администрацию. И, собственно говоря, пригласил нас. А у вас тогда уже была администрация? Ну, естественно, потому что, так сказать, кошелек просто на земле лежать не будет, понимаешь? Его надо поднять. И кто его поднимет первый, тот администрации будет. Ну, вот. И кто же его поднял? Ну, были у нас деятели там, что я по именам всех называть не буду, а то еще... А многое поменялось? Менялось просто до хрена, потому что все жульки и вары, как всегда. А-а-а, меня лезут. Ищи, по-два идут. Знаешь, кто-таки? О, брат, это жулики. Это просто по-любому, по-любому. Творец, да, как говорится, он человек блаженный, понимаешь? Ему там, типа, дали что-нибудь, он и сидит, понимаешь? А хапугам им постоянно надо, поэтому я вот сейчас вот работаю без директора, короче. Не знаю, у меня у тебя, серьезно, могу сказать, за такой груз с плеч свалился. Тем более, что сейчас это позволяет, так сказать, время. В связи, как ты сейчас рассказал, с интернетными всякими штучками. Да, я тебя понимаю прекрасно. Ну вот, и на нас вышли, и он как бы вдруг ни стало ни с сего, у него была всякая аппаратура, туда-сюда. Можно было репетировать, где-то там в Северном... Что уже само по себе неплохо. Чертаново, да. Там были и Мистер Твистер. О, компания какая-то. Группа Галактика, я как сейчас помню. Тоже неплохо. Была, да, еще не знаю, где она сейчас. И еще кто-то там, не помню. И вот мы там вчетвером или пятером, вот это вот. И мы там вроде как бы засели, засидели мы там недолго. Сидели мы там всего месяц. Потом Мельк Пашаев понял, что из нас, короче, выкачить, например, такую сумму, как выкачивали из «Ласкового мая» и прочих, и же, да, это как бы сделать был не очень, а так как и все продюсеры, они живут именно, так сказать, на страданиях артистов, поэтому он стал искать более... Про кого же он нашел, интересно? Не знаю, кого, я вообще про него ничего не знаю. Я его даже не видел никогда в жизни. Может, он пристрелили потом уже. Я не знаю, где он сейчас, не знаю, там. И мы там как бы засняли такой видеоряд, который мы посчитали, что это видеоклип. Мы просто стояли, а потом все в один момент бросились махать, короче, вот этими стойками от этой. И в темноте, в таких, как это сказать, в стробоскопах это было, выглядело как это. Эти клипы показывали, вот. Потом был... Смотрите, какие клипы в то время показывали. Вообще, это... По центральному телевидению, между прочим. Просто шальная пуля, я считаю, была просто, потому что... Ну, сейчас не так уже? Нет, сейчас требует какое-то... Сейчас время заставляет тебя выносить на суд публики какую-то удобоваримую дрянь, знаешь, чтобы это... Потому что все-таки хозяева всяких всевозможных телеканалов и тогда всегда они скажут, ну, что ты нам принялся, например, да, короче. За такие дела, значит... Можно и сесть. На зоне, да, на кудрявый пень сажают, вот так вот, понимаешь, и говорят. Так и говорят, так и говорят, вот эти все программы и директора. Вас крутили на нашем радио? Да редко там, по-моему, какую-то одну песню гоняют. А какую гоняют? В Москву, наверное, не знаю, там я... Я не слежу за этим, потому что у меня лично вообще никогда не было самоцелью там пробиться на радиостанции. Я вообще считаю, что вот эти совершенно ненужные вот эти вот старания по поводу там попасть на радио, это как бы вот... это не мой вариант, поэтому я... Конечно, это легко говорить, когда ты со своим проектом, ну, своей группой могла, что да, ну, был альбомом года просто еще в СССР, там, в России, как бы. Ну, старания... Вы уже все достигли в этом плане. Ну, может быть, и да. Поэтому эти вот как бы да, то есть потом-то уж что... Я соглашусь с тобой, просто есть огромное количество сейчас коллективов, которые через там наши этого радио... Мечтают там попасть просто. Не, мечтают, а есть те, которые уже там крутятся, они там, у них все, и плотный график гастролей, и какие-то зарплаты, все это у них есть, и счастьем в дорогу, да. Вот, ну, я никогда не видел в этом, так сказать, какой-то определенный, значит, закуситься, да, и тупо рубиться на тему, допустим, нашего района. Я просто очень прекрасно знаю, прослушав несколько раз, так сказать, где-то вот по нескольку часов репертуар, что они там крутят, короче, я просто понимаю то, что туда вообще, нам туда дорога заказана, и что нам туда просто тупо не попасть, просто с нашей лирикой и текстами, нам просто там делать нечего, да, потому что там, типа, основная тема там, это любовь между мальчиком и девочкой. Рокопоп, в общем, заменили рокопопом. Рок заменили рокопопом? Возможно, да, как говорится, да. И это удобоваримая вот эта вот масса, так сказать, да, она, в общем-то, колыхается, и, так сказать, и удобно, вот, и нам там вот эти программные директора, они говорят, ну, чё же вы, ну, давайте, вот, сочините вот такие песни, там, как вот тут, вот такой вот группы. Я говорю, ну, идите все, я говорю, свои дороги. К этой группе идите, да. Идите, там, они вам еще принесут такого же говна насыпят. Блюэр, вот мне какая разница, где мои деньги? Ну, то есть, заметьте, пока, в таких эпизиях, как бы, мы обсуждаем, как бы, ну, формат, как бы, нашего радио, то есть, масса, как говна, как бы, насыпят колыхающиеся. Ну, а мне скрывать нечего, я вообще считаю... Нам тоже, кстати, скрывать нечего. Особняком стоял, так сказать, вообще от всех, что, да, от панк-культуры, как говорится, что от вот этого рока нашего, понимаешь, там, и вот. Мы просто себе существуем, как отдельный организм, например, там, какой-то, допустим, там, там, не знаю, отрицательный микроб в среде, допустим, какой-то... Положительных бацилл. Положительной флоры какой-нибудь, знаешь, там, типа, вот, а что... Таланты везде, и таланты вокруг, которых вселился микроб Бондарчук. Чего там, понимаешь, происходит там на нашем радио или на этих нашествиях? Нет, вообще, Мамал колышет, и, собственно говоря, пригласят. Не пригласят, спасибо, не пригласят, тоже спасибо. Я, в общем-то, как бы, дико не страдаю. Суть по моей довольной рожи, как говорится, мне и так по кайфу все. Кстати, у меня тоже вот все по кайфу. Если кто-то возникнет ощущение, что мне что-то не по кайфу, то это неправда. Современность у вас творческие... Когда вы последний раз выпускали альбом? Именно как альбом? В... 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 в одиннадцатом году. Давненько вы альбомов не выпускаете. Вот нас ждет, так сказать, релиз. Творческие планы, получается, это очень важно, да, да. Да, приглашаю, так сказать, у вас, значит, на презентацию. А да, это очень важно. Это современность, суровая современность. Да, будет презентация. Альбом-то выйдет этим годом, семнадцатым, да, так сказать. Но презентовать, к сожалению, получится только через две недели после Нового года. Ну, это замечательно. Ну, он уже готов, записан. Остались совершенно мелкие доработки в смысле, там, там, оформить обложку. Ну, в общем, идет уже такая, как бы, работа... Пост-продакшн. Пост-продакшн, да, вот как говорят американцы. Да, да, пост-продакшн. И, собственно, уже такая более приятная работа идет, уже ковыряешь носой, уже тебя... Предвкушение, прямо презентация. Да, у тебя нет, допустим, там, ответственности, там, за твои сыгранные гитары или правильно спетый вокал, а просто, типа, тупо, знаешь, там, ну, вот мы вот нарисовали здесь вот солнышко, а ты говоришь, что иди в жопу, у меня здесь солнышко не надо. Давай в жопу нарисуем. Давай нарисуем, там, Юпитер или там, что-нибудь еще, там, какой-нибудь, там, нажмай, там, да, да, да. И вот так охренеть. Вылизывание до идеала, да? Ну, я не знаю, какой идеал, ксиртям. Ну, вот. А вам спасибо за критику, мои дорогие поклонники. Когда будет презентация-то? Где? 13 января, декабрь, январь, да, 13 января в главклубе, это у нас грин, как он, концерт, да, как он сейчас называется, Йот Спейс бывший. Будет большой, мы там будем продавать альбомы, всякие мерч, всевозможные, там, всю эту весь став, в общем-то, шуданский, милости просим всех, кто там придет. Получается, это первый альбом за сколько лет? За шесть лет. За шесть лет, да. Да, за шесть лет, да. Все с нетерпением ждут, кстати, альбома. Да, да, меня просто заваливают, и причем, знаешь, еще заметил, начали где-то с 12-го года. Ну, когда новый альбом? Это было сообщение, ну, где-то, ну, раз в четыре месяца. и где-то, и вот так вот по нарастающей, по геометрической прогрессии. Когда новый альбом? Когда новый альбом? Когда выйдет новый альбом? Вы вынуждены были его записать? Не то, что вынуждены, просто когда мы уже выкладываем каждый день, что приходите на презентацию, у меня просто весь почтовый ящик забит. Валера, ну когда же альбом? Ну зайди к нам в группу, ну почитай, или там куда-нибудь, где-то написано, что он же готов, ну ждите, подождите еще месячишко, понимаешь, там, ну вот. Так что, как говорится, сам с нетерпением артистом хотел быть, мечтал. И вот он артист, я и есть. Да, вот альбом, я вам, значит, по поводу альбома скажу так, что почему так долго, потому что у нас были всевозможные несчастья, смены составов, понимаете, как говорится. Люди все взрослые. Да, люди все взрослые должны понимать, что, допустим, на подготовку какой-то части альбома нужно, естественно, время. Вот. А потом, когда Вадик, значит, умер у нас, гитарист, мы где-то около года восстанавливали с другим гитаристом программу, наращивали, потому что прекращать процесс всем, как известно, нельзя. Вот. Потом гитарист оказался тоже, как бы, не очень. Решили сменить на другого гитариста, и опять пошло по нарастающей. И в конце концов решили альбом этот писать непосредственно на студии. То есть мы пошли по такому пути, что... По студийному пути, да. То есть мы приходили, тупо покупали время, и тупо там я что-то наигрывал, тут же сочинял стихи, и мы тут же рубились, барабанщик тут же подыгрывал, и, короче, куча какого-то забракованного материала, который мы... Ну, это же студийная работа-то, она так... Да, отложили. Ну, ты знаешь, сколько это денег унесло? Я уже, правда, потому что... Я понял, о чем мы, может быть... Не, может быть, стоило не сразу на студии, а как-то что-то дома посидеть, что-то там. Ну, как бы, ну, я не знаю, ну... То есть никто готов не был, собственно говоря, ни к одной композиции, понимаешь? И, в общем, то, что у нас получилось, мне лично самому нравится, потому что, в принципе, выдержано так в стиле двух последних альбомов, все очень так жестко достаточно, типа текст угарный, в общем-то, мат-перемат, все присутствует, плюс 18, вот. Ну и, в общем-то, где-то так вот ожидайте, собственно, я думаю, что, во всяком случае, из 13 композиций 2 вам понравится точно, а это уже успех, так сказать. Да нам больше понравится. Ну, я надеюсь, как говорится. Я хотел бы сказать еще вот так, немножко, может, даже в наседание каких-то молодых музыкантов. Посмотрите вот на old school людей вообще, да? Таких, как вот... Лидеры ансамбля Могол Шудан. Вот, чтобы добиться успеха в жизни, надо просто на все время положить и на все насрать, как бы, да? И заниматься вот... Если ты чувствуешь себе талант, да? И куда не рваться, вот искать свою нишу. Ну, правильно же, да? Абсолютно правильно. И тогда действительно, как бы, ну, вот... Все время руби в одну точку. Даже если тебе тысячи человек каждый день будут говорить, что это говно и, в общем, сранит днище, короче, повернись к ним жопой, короче, продолжай свое дело, потому что, так сказать, рано или поздно эта тема у тебя стрельнет, короче, а потом ты мне и скажешь спасибо. Никакие усилия в этой жизни не проходят бесследно. Абсолютно. Пока, пацаны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok